Всем привет! Сегодня маленькое такое видео на антирадар. Получил вот такую посылочку из Китая и еще не пробовал даже. С одной стороны, говорят, вроде бы работает некоторые, некоторые показывали, вроде не работает. Но те видео, которые показывали, были еще несколько лет назад, так что я не знаю, может они уже что-то там поменяли, может что-то улучшили. Написано даже на русском языке, вот этот самый, как бы, детектор радиолокатора, как они написали. В общем, антирадар, да? Куча всего нарисованного. Выглядит он вот так. Хочу попробовать, у нас есть места, где потом в некоторых видео вы их увидите, места, которые там, едешь ни с того, ни с сего, где можно ехать 110-120, только с горки спускаешься, и тут стоит радар, и сразу 40, и все. И ты хоть, если ты будешь тормозить, то скорее разобьешься, честно говоря, чем по это самое. Чем, ну, чтобы не нарушить скорость, в общем, это не есть безопасность, есть наоборот опасность, скажем честно. Так, инструкция существует на русском, она немножко, скажем честно, бесполезна эта инструкция, там ничего такого увидеть невозможно нормально. Так покажу. Значит, коврик против скольжения, чтобы положить на панельку спереди, и оно лежало. Оно сейчас заклеено, и потому что тут такой трошки, как бы, клей. Наверное, что мусор не... Пойду приклею, как раз вчера машину помыл. И будем испытывать. Теперь, значит, это зарядное устройство, зарядка. Зарядка имеет такую кнопочку, включить, выключить. Выколу, выколу. Нажимаешь включено, убрал выключенный. То есть, можно не всегда его держать включенным. Если тебе не нужно, можешь не включать. Сам аппаратик выглядит вот так. Может, кто уже и пробовал такие аппаратики, я еще не пробовал. Это, в общем, первый раз, когда покупаю что-то такое, типа антирадар. Вот такой, как бы, приемничек, который должен лежать спереди в машине на панели. И подключенный, если нам надо. Здесь три кнопочки. Сейчас потом в машине попробуем его. Здесь три кнопочки сверху. Больше ничего нет, кроме, так сказать, это самое, мишуры, всякое подключение. Это USB, даже не знаю, зачем он нужен. Вот просто не знаю, зачем этот шнур весь сюда подключается. То есть, если кто знает, напишите, буду рад узнать. Может, кто пробовал уже такую штуку и знает, для чего. Вот здесь разъем USB. Вот, значит, что дальше? Три кнопки. Звук выше, звук пониже. Переключение режима город-трасса. Если нажать на вот эту кнопку, я так уже понял, и подержать немножко, переключает этот самый язык. Может на чиновском разговаривать, может на русском. Потому и инструкции тоже на русском. Больше языков я там не услышал. Или чиновский, или русский язык. Ну вот, хочу попробовать это в Буэнос-Айресе, будет он работать или нет. У меня есть, ну, в общем, программка антирадар, которая просто по картам Буэнос-Айреса мне показывает, где стоят радары. Но она не везде работает. Я в поездке попробовал. И хорошо она показывает только в Буэнос-Айресе и в провинции Буэнос-Айреса. В других провинциях она вообще молчит. Проезжаешь радары, она только железную дорогу рассказывает где. То есть не по всей Аргентине. Хотелось бы, хотелось бы найти какой-то приборчик не очень дорогой, который бы улавливал реально сигнал радара. А не то, что там в программке занесено в базу данных. А реально чувствовал радар и давал тебе сигнал. Такой приборчик хотелось бы, конечно, заиметь. Но это мой первый приборчик. Если он будет не работать, будем искать другой. Если будет работать, тоже покажу. В общем, пока же это была распаковка. Дальше установлю машину. Поедем по городу. Включим программку, которая показывает по городу, где есть радары. Это с телефона, с базы данных. И будем сверяться с этим. Будет ли он реагировать или нет на эти радары. Так, закрепили мы антирадар вот таким образом в машине. В принципе, он сказал, пристегните ремни. И сказал этот самый. Ну, что, звук включенный. Пока только эти слова сказал. И пристегните ремни. И что, режим город. Типа, он запомнил тот режим, который я выставил. Тут два режима, город и трасса. Мы хотим проехать мимо одного радара, который, как бы, я знаю, что он тут должен быть. Ну, вот такой радар. Только, правда, я не знаю, в какую сторону он направлен. В нашу сторону или от нас. Это правда. Тоже не знаю пока. Он что-то начал высвечивать букву К и какие-то полоски. Потом пропало. То есть, пока он ничего еще не говорит. Но я же говорю, мы потом еще отдельно попробуем там, где конкретно знаем, куда направлен. Потому что здесь я не знаю, куда направлен. Но что-то какие-то полоски показывает букву К. Радар где-то за 200 метров должен быть от нас. Проедем, попробуем, может, он хоть что-нибудь. Ну, звук пока никакой не издает. Вот только полосочки и что-то меняется. Ага, теперь была. Теперь вот другое показывает. Ну, пока молчит. Хотя, я же говорю, там где-то за 200 метров должен быть ротар. Там вы подключаетесь. В любом случае. Вот. Подключаем мы его здесь. Кнопочка есть включение-выключение есть. Которое можно как бы не все время и уключеным держать. Можно только там есть. Ты хочешь им пользоваться? На такой липучечке как бы он лег. Не знаю, как он будет прилипать хорошо или нет. Потом, когда, ну, как бы, пыль там припадет изредка на него. Или солнце нажарит. Да, или солнце нажарит. Это мы еще не испытывали. Пока молчит. Может, правда, радар не в эту сторону направленный. А может молчит, потому что молчит. Одним словом, надо несколько испытаний таких нормальных. Ну, с...